саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату с вами умалик у нас с вами следующая тема аль-мавдуллу для аширь то есть 10 тема по книге тема харфу шин то есть буква шин и слова которые здесь встречаться будет связано с этой буквой аль-келима и тулья деда новые слова лишь то перо и полы долгий или длинные высотки может быть итак новые слова и предложения первое это шарибы ту глагол шариба переводится как пить мы видим середине этого глагола косру то есть трубуквенный глагол средняя буква которого имеет косру прошедшим времени поэтому мы видим спряжение шарибы ту шарибы та шарибы ти и так далее будет кастра это сохранится прошедшим временем смотрим на предложение шарибы ту шая шарибы ту то есть я пил или я выпил ащая чай я выпил чай видим ащай конце фатха то есть кого что я выпил чай второе а широту а широту здесь переводится как 10 то есть это 10 а инди а широту сонаде а инди состоит по сути из двух слов то есть это сонаде а инди то есть у и я меня то есть у меня а широту 10 сонаде а это множественное число от слова сундук сундук это коробка на сундук сонаде у меня 10 коробок по правилам сочетания числительно и счастливым про это будем говорить позже мешал следующее лишь решу это перо решу дадите полы или решу дадите полы линь и то есть как бы первые перья курицы длинный перья курицы длинный мы видим здесь мудак и мудак и решу дадите извещение полы линь который относится к слову лишь то есть как бы его извещая о нем нечто новое следующее слово хиро шум это слово уже было постель кровать фильм ходе роте фиро шум фильм ходе роте фиро шум то есть в комнате постель напомним опять же если у нас то о чем извещается в неопределенном состоянии а новая информация выражена предлогом семени то тогда как и здесь мы их меч не станет меняем поэтому у нас получается фираж в конце этого предложения в этом уроке это все предложения но у нас есть упражнение здесь еще вам дается сура аль-фалах которые есть слова с буквой щин до шару например да который встречается это вы читаете прописывайте до изучаете далее у вас во втором предложении идет опять же октуб то есть пишите прописывайте и в третьем упражнении у нас идет и крал октуб то есть прочитать и прописать данные слова здесь здесь буква щин шамс щимель мужчин шарафа рашид и следующее упражнение здесь в этом упражнение она интересна тем или скорее это продолжение предыдущего возможно что здесь у нас есть такие глагольные предложения которые я вам рекомендую спрягать настоящим и прошедшим времени одно из этих предложений иншаллах мы с вами возьмем значит первое предложение шарибая башир на то есть башир пил конечно здесь требуется прямое дополнение но нас интересует сам глагол пока места то есть в таком формате или выпил башир следующее следующий глагол этот глагол у нас до до этого урока не встречался этот глагол сащили рашид сащили может переводиться чаще всего как потерпеть неудачу или например упасть духом вот очень похоже значение с последним глаголом это глагол про себя рашид это тоже может быть как бы в значении провалить экзамен например да то есть потерпеть неудачу на экзамен раз его и глагол у нас еще третий это шая да шаба это шаба шариф то есть посидеть да то есть тем когда волосы стоют или приобретать седину то есть шаба шариф шариф посидел конечно же как я вам говорила каждый глагол при спряжении в настоящем времени имеет свои особенности да имеет свои особенности уже было сказано что шариба в середине имеет кастрю в прошедшем времени в настоящем времени будет у нас яш рабу то есть фатха появится над хора попробуем вот этот глагол проспрягать тех формах которые мы с вами ранее брали вот но уже без местоимения потому что или вернее без другу без слова бащир всегда да потому что если мы меняем глагол то я пил то бащир уже как бы ни при чем поэтому возьмем просто глагол шариба у нас сам глагол до шариб ту это в прошедшем времени в настоящем времени аж рабу помним что у нас впереди добавляется в настоящем времени и в окончании бома в этой форме средняя глагол как как мы видим поменялась на фатха значит а была она теперь возьмем анка шарибта есть у нас в настоящем времени то есть анта шарибта анта таш рабу да то есть ты пьешь далее анти прошедшем времени у нас шарибта шарибте в настоящем времени здесь есть особенность что мы дош ро и добавляем конце еще по-рина то есть премьи арти 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 это уже в настоящем времени Теперь у нас «гуа» сохраняется, помним, что это есть форма глагола, которую мы за основу берем, «шариба», «ешрабу», то есть у нас «я» добавляется в начале, «сукку» на первую коренную, «фарха» сохраняется в середине гласовкой и в конце «бамо». Последняя форма в единственном числе – это «гия». «Гия» у нас будет «шариба» и просто добавляем в конце «та» суккуна и в настоящем времени у нас будет «ташурубу». То есть она по форме такая же, как и здесь. Итак, «шарибету», «шарибета», «шарибети», «шариба», «шарибет». «Ашшарабу», «ташарабу», «ташарабина», «яшарабу», «ташарабу». Это спряжение. Таким же образом вы можете проспрягать и следующие глаголы, которые здесь у нас еще мы не проспрягали. Имейте в виду, что глагол «фашеля» по такому же принципу будет, то есть «фашеля» и «фашеля», «евшали», то есть «фатхайт». С глаголом «шараба» здесь свои особенности. Почему? Потому что среди нагласовка «касра», но у нас это «алев» в настоящем времени будет меняться на «я». Поэтому пока я вам его не рекомендую как-то спрягать, потому что вы можете не знать всех особенностей. И последний глагол, это глагол «расябе», мы здесь видим, в середине гласовка «фатха», вот, и в настоящем времени эта гласовка будет меняться на «бам», то есть «расябе», «ярусубу». Вот, поэтому, соответственно, это нужно учитывать. На этом завершим наш урок. Баракаллаху уфикум. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями с вашими родными, близкими, друзьями. Встретимся с вами, иншалла, на следующем уроке. С вами была Уммалик. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракат.